Предлагаем вашему вниманию обзор матча Суперкубка Англии, где Арсенал встретился с Ливерпулем. Предматчевые расклады были следующие. С одной стороны Ливерпуль, действующий чемпион АПЛ, грозная и хорошо сыгранная команда. Правда стоит заметить, что Ливерпуль оформил досрочное чемпионство и уже в последних турах прошлого сезона затеял перестройку. И неизвестно на каком этапе команда Клопа сегодня. Это вполне может сыграть на руку Арсеналу. Канониры же в свою очередь команда сегодня не столь статусная. Лондонцы не обладают внушительным составом, зато Арсенал очень грамотно играет вторым номером. Обладая быстрой атакой, Канониры зачастую создают много проблем именно таким доминирующим командам, как Ливерпуль. В силу высокого прессинга последних, атака Арсенала часто находит открытые зоны в высоко поднимающейся защите противника, чем активно пользуется. Подтверждением наших слов служит и последний матч этих команд, который закончился со счетом 2-1 в пользу Арсенала. С первых минут Ливерпуль выпустил на поле боевой и вполне основной состав. Привычное трио в атаке, достаточно сбалансированный центр, разве что в обороне на правом фланге вышел молодой 19-летний Неко Уильямс. Но и такой ход был тоже вполне ожидаем, так как основной игрок по позиции Тренд Арнольд не ездил с командой в Австрию. Арсенал также выпустил вполне ожидаемый и боевитый состав. Игра шла в невысоком темпе. Учитывая, что Арсенал не горел желанием владеть инициативой, то ход матча диктовал Ливерпуль. И откровенно говоря, большого желания победить в их глазах мы не наблюдали. Мерси-сайцы вальяжно окружали штрафную канониров и раз за разом предпринимали робкие попытки взять соперника штурмом. Уже на седьмой минуте Ливерпуль мог открывать счет, но боковой арбитр зафиксировал офсайт. Но все же первый гол забивает главная огневая мощь канониров, Пьер Эмерик. Он смещается с фланга, расшатывает молодого защитника Уильямса, после чего наносит шикарный удар, оставляя Алисона лишь наблюдать за мячом. Ответственность тут главным образом лежит на молодом Неку. В целом вся игра проходила по ожидаемому сценарию. Арсенал отдал мяч противнику и главным образом играл на контратаках или на редких вертикальных выпадах. Так или иначе пытаюсь использовать скоростное превосходство своей атакующей линии, которая к слову играла отлично. Тут отдельно стоит отметить молодого Букаёса Ка, который от матча к матчу заметно прибавляет. Ливерпуль в свою очередь доминировал, но делал это не особо рьяно и выглядел излишне расслабленным. Во втором тайме Клоп похоже немного раздал мотивации в раздевалке, но мотивация Клопа никак не давала результата. Ливерпуль просто оккупировал штрафную Арсенала. Мяч держался в ногах у мерсесайцев до 80% на определенных промежутках игры. Салах, Мане, Фермино из раза в раз врывались в штрафную и наносили очень опасные удары. Но забить гол никак не получалось. Не получалось до момента замены, когда на поле появился Мино Мино. И он таки смог на 73-й минуте сравнять счет. И основное время матча таки закончилось со счетом 1-1. Победитель определился в серии пенальти. И им стал Арсенал. С чем и поздравляем ребят. А на этом у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь.